Бегемотик Бу-Би-Бу Бедный Бегемотик Бу-Би-Бу Он был такой толстый, такой толстый, что друзья обезьянка, львенок и крокодильчик сочинили про него дразнилку. Пузо Боби-Карапуза словно 33 арбуза. Боби-Боби-Карапуз, съешь еще один арбуз. Бегемотик обиделся и решил совсем не выходить из дома. Он не пил, не ел, а только лежал в постели, вздыхал и грустил. Мама Бегемотика Бу-Би-Бу подумала, что он заболел и побежала скорее за доктором. Доктор-попугай был очень-очень мудрый. Он осмотрел Бегемотика. Так-так-так, сказал он, сердце бьется грустно, в гордые тяжелые вздохи, в животе ни травинки, ни росинки. Сила пропала, температура упала, дело плохо. Ах, в отчаянии вскликнула мама. Доктор-попугай, спасите моего сыночка. Сейчас, ответил попугай. Он наклонился над Бу-Би-Бу и что-то прошептал ему на ушко. А потом спросил, понял? Ага, засмеялся Бу-Би-Бу, скачал с постели и побежал из дома. Ах, теперь с восхищением воскликнула мама Бегемотика. Доктор, вы волшебник! Хо-хо-хо-хо, согласился попугай и полетел лечить других малышей. А Бу-Би-Бу нашел своих друзей и, приплясывая, очень весело запел. Если дутся и сердится, можно всех друзей лишиться. Шутки доброй улыбнись и с друзьями помирись. Бу-Би-Бу, Бу-Би-Бу, Бу-Би, заплясали вокруг Бегемотика обезьянка, крокодильчик и львенка. Ты самый замечательный толстячок на всем белом свете. Мы не хотели тебя обидеть. Мы тебя очень-очень любим. А доктор попугай, который наблюдал за Бегемотиком, сказал Сердце бьется ровно, весело, в горле тру-ля-ля, силы хоть отбавляй, а в пузе, в пузе-то ничего. Скоро обед и в пузе снова будет 33 арбуза. Ребенок здоров! Пока-пока!